Как это на нас не влияло? Если на улице наши не знают, что мы тут тысячи, а считают, что у нас 150 человек, это не влияет на человека? Вот мы вас тут оставим столько и остальных выкинем. Это как не должно влиять? Влияло это на нас. Это слова боевиков были, да? Да, это слова боевиков были. Мы сейчас отсчитаем 354 человека, остальных выкинем? Да, убьем. Убьем. Вас же нету тут? Елизавета, здесь уже давали показания против первой, что кого-то из женщин ставили на окна, чтобы ее загородить как-то. На окна ставили, наверное, уже когда выстрелили, когда были. Я же говорю, после выстрела, я не видела. Я видела, когда вот уже 3-го числа, когда вот большую мину, вот эти вот подвигали, они с окном доставили, наоборот, свезь детей. От стены, оттуда больше отогнали людей. А эти скамейки подвинули к стене, на которых эти большие мины стояли. Ни одной минуты они не собирают, они так же хотели жить, как и мы хотели. Елизавета, скажи, 2-го, когда вы поднимались наверх, шахидки, ты где-нибудь видела шахидку? Видела, да. 2-го? Да. Где? Я ее в зале видела, шахидка, она постоянно была там. Вы второго поднимались еще? В учительскую или куда там? Я одну шахидку видела все время. Это в зале? В зале. Я ее видела. Она была в сером одетой, светлые волосы. Одну я видела все время. Все время, это до 3-го числа? До 3-го числа я ее видела. Говорят, что ее не было. Как не было, я своими глазами видела. Я ее видела. Я ее видела. Про дух взорванных я слышала вот от этого мужчин. А то, что они были первого, вы снимали телефон. И вот кому-то... Да. У кого-то часы зазвучали, они подумали телефон. И у Хеттага тоже такие часы были, и у Хеттаг выкинь их. И он вот тогда их выкинул, свои часы. Вдруг, говорю, опять придут тоже. И еще когда они осматривали, обыскивали, того мальчика. Я вот так вот подняла даже ее рясу, или как ее назвать. У нее внизу спортивные были, надеюсь, красотки. и спортивные. Спасибо. Присемка, спасибо. Время случилось. Нет. Без 25 часов. Так. Что прокурор? Хочешь сейчас, ну, оглашать тогда показания? А на следующее судебное заседание тогда, что вызвать надо Буру Маураа. И решить вопрос этим все-таки Попову. Почему он уклоняется? Потому что... Ну, Попову привод тогда сделаем. Все. Сегодня, опять же, вчера только его предупредили под роспись. Как? Попова. Он должен был еще на прошлом заседании у нас быть. Тоже предупреждали. Так. Телефон, пожалуйста, выключите. У кого телефон? Да, пожалуйста. На прошлом заседании допрашивалось экзантий. По этому поводу... Не на прошлом он был. Ну, так. Да, ясно. Поэтому мы хотели бы заявить устное ходатайство затребователь из Министерства внутренних дел Российской Федерации приказ, на основании которого он был уволен из органов внутренних дел. Клавный этот приказ. Мотивировка его увольнения. Объяснить, почему это... Пожалуйста, объясните, да. Потому что на суде министр внутренних дел бывший нам заявлял, что он уволен из органов, из-за диракта в Беслане. Мы хотим знать, как это отражено в приказе об его увольнении. Мы считаем, что если сотрудников Министерства внутренних дел судят за халатность, такая же халатность, если он уволен из органов внутренних дел, по этой же статье халатность, он должен нести ответственность и министр внутренних дел, и ряд других сотрудников Министерства внутренних дел. Нам это нужно для того, чтобы знать, если он будет за халатность, то он тоже должен нести ответственность. Потерпевшие все считают там поддерживать. Ваша честь, только я хотел скорректировать, потому что если сделать запрос по ВМВД местной, потому что там и будет приказ, копия приказа об его увольнении. Зачем в Москву поправить, когда мы здесь можем вызывать запросы? С Москвой приходит приказ, он здесь ознакомился, его уволили. Он еще и говорит, что был приказ, но Путин подписал мне приказ. Да Путин не подписывает министра внутренних дел приказ. Он сказал, что за халатность. Я тоже хочу заявить, а как это? Это не разрешено. Это не разрешено. Да, что мы считаем. Удовлетворитель, что-то запросы. Что? Я считаю, что это напрямую связано с ситуацией. Это бывший начальник и бывший министр. Они тоже из них, у меня офицеры бывшего звена, полковники, полковники. Я полагаю, что в этой ситуации было бы очень уместно узнать, с какой формулировкой был более-менее. Суд постановляет отказать удовлетворение данного поданного. Подождите, я засновываю, как был уволен министр внутренних дел, это к этому делу не имеет отношения. Если вы хотите на будущее что-то иметь, какой-то задел, что-то против министра и так далее, это не в этом процессе решается. Понимаете? Я вам еще раз говорю, здесь обвиняются только трое, три человека. Здесь обвиняемые только трое. Здесь обвиняемые только трое. Я вам еще раз объясняю. Эти трое пусть встанут, а он сядет. Нет, подождите. Здесь так не делается. Все. Ваша честь, мы же не требуем осудить или привлечь его к уголовной ответственности. Если вы считаете, что он невиновен... Я так не считаю. Не считаю, что виновен... Ну, мы не считаем. Но человек, руководитель республики, уволен из внутренних дел, из органов внутренних дел. Так, суд постановление вынес уже. Вы можете еще раз его потом заявить? Пожалуйста. Мы заявим его еще раз. Пожалуйста. Мы считаем, что вы сейчас нам даете отказ необоснованный. Я обосновал этот отказ. И записали в протоколе. Не надо спорить с судем. Я вам еще раз говорю. Я обосновал и сказал, почему я отказал. Я сказал уже. Ну, хорошо, что тогда тоже обосновываю, что вы предвзято относитесь к процессу, и вы предвзято относитесь и к подсудимым, и к министру убытания в делу. Дудим. 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 Хорошо, что мы тоже заявим в свое ходатайство еще раз. И не просто. Есть единица. Значит, у меня есть хороцайство по-разному тоже. Пригласить повторно этого, который рано утром приходил в портзал. Он потерпевший. Этот он потерпевший у вас считает. Да, Цоголова. Повторно пригласить и допросить. Для чего? Мы требуем. Для чего? Что вы требуете? Для чего его повторно приглашают? Для дачи показаний. Как мышли. Ну еще раз ему... Он уже давал показания. Вам давал показания. Вам давало показания? Давал показания. Здесь он стоял, давал показания. Ваши черпаки... Сомоловы, никто... Не было его, потому что со средней тяжестью он не признан потерпевшим под поделом уехать. И свидетелем я был признан. Пожалуйста, мы вам повестку дадим, вызовите его. Пожалуйста. Вот он разбежался на нашу повестку. Ну не разбежится. Повестка будет сюда. Человек, который не подстеснялся с курдами, так себя вести. Повестка будет сюда. Так, пожалуйста. Мы хотим, чтобы в качестве свидетеля вы вызвали на судебный процесс бывшего президента республики Засохова. Бывшего начальника. Не так быстро. Ну, конкретно, когда Засохова можно? Конкретно обсудить Засохова. А у нас в ряду лиц. Давайте каждого дыраться. Да. И обосновывать мы будем, и вы будете. Ряд лиц, пожалуйста. Ряд лиц. Зазовите Засохова. Я пока заявляю, вызовите Засохова в качестве свидетеля. Мы считаем, что для того, чтобы вынести правильное решение, вы должны исследовать все обстоятельства данного дела. Дети погибли 3-го числа. 3-го числа обвиняемые полностью не могли решать их судьбу. Были еще обстоятельства и лица, которые решали их судьбу. Для этого мы считаем, что должны быть опрошены все участники этого процесса. Ваша честь, я считаю, что надо отклонить. Потому что, во-первых, мы рассматривали только в отношении конфетинга. Подождите. Потому что им инкриминирует халатность. А Засохов у нас просто-напросто что он может сказать? Он знает, как посты расставлялись. Засохов в данном процессе выступал... Отклонить вас отсюда. Подождите, мы уже обсуждаем, пожалуйста. Сейчас. Тогда весь процесс отклоните. Поддержит. Почему мы сюда будем, пожалуйста, судья? Уважаемый суд, поскольку бывший президент Республики Засохов был председателем Республиканского антитеррористического комитета, я считаю, что его участие в процессе необходимо обеспечить для того, чтобы задать те вопросы, какие меры принимались с этим комитетом, именно по предотвращению терактов. Возможно, он, как глава Республики, в рамке президента, обязан был иметь какие-то контакты с соседними республиками. Или, возможно, в рамках Южного федерального округа каким-либо образом решался вопрос взаимодействия вот этих пограничных или приграничных президентов. Поэтому я полагаю, уважаемый суд, что заявленное ходатайство следует удовлетворить. Совершенно солидарно с моим коллегой. Именно с этой точки зрения, что он являлся председателем Республиканской антитерористической комиссии, это раз. Во-вторых, я полагаю, что и главы Республики, и председателем данной комиссии входило в обязанность принять все те меры, которые были ему по плечу. Потому что такие вопросы, как, допустим, отменить вот этот праздник 1 сентября, День знаний, перенести его на другой день или еще как-то среагировать, были в его компетенции, но не в компетенции тех предпосудимых, о которых сегодня идет речь. Они не могли решать, это не их уровень, решать подобного рода вопроса. Вот лично у меня будет к нему такой вопрос. Я еще раз говорю, поэтому Левицкая нужна, поскольку Зантьев заявил, что он, в принципе, ставил ее в известность о том, что есть такая вопроса, почему она, как министр просвещения, не среагировала, это тоже ее уровень, а не уровень наших подзащитных. Вот поэтому все эти ходатайства и заявляются. И я считаю, что они уместны и подлежат удовлетворению. А потом, мы же даже не знаем, какие показания он даст, и нужны ли эти показания в данном процессе или нет. Мы же не можем судить о показаниях, которых еще нет. Потом, если мы исследуем протоколы судебных заседаний, то там на каждом судебном заседании по нескольку раз звучит фамилия Засохов, да? Сколько эпизодов связано именно с его личностью? И вы говорите, что он ни при чем, и дело касается... Да, дело касается их. Но чтобы определить все обстоятельства, чтобы определить вину, именно степень вины именно этих людей, нам нужны все показания, которые, в общем-то, причастны, людей, которые причастны к этому. Что вы хотите сказать? Подтвердить еще, поддержать, что в материалах дела нет протокола допроса Засохова, и судить о том, имеет он отношение к делу, не имеет, нет никакого смысла, потому что мы не знаем, что он скажет, на самом деле. И действительно, он был председателем антитеррористической комиссии, а по закону о борьбе с терроризмом, вы должны этот закон знать на зубок. Кесаева, пожалуйста, ведите себя нормально, претензии никому не предъявляйте, пожалуйста. Вы сюда обращайтесь и рассказывайте, пожалуйста. Голос не повышайте, не назовите меня. Пожалуйста, говорите. Закон о борьбе с террористом гласит, что председатель антитеррористической комиссии должен был контролировать работу всех субъектов Российской Федерации, в том числе МВД РСО ЛАНИ, который должен был предотвратить таракт. Вот и все, он должен был контролировать за работой субъекта Федерации, МВД. И мы должны его заслушать. Как это не имеет отношения к делу? Как где это обосновано? Обоснования ваши надуманные, взятые с потолка, необоснованные. Вы просто не хотите его здесь вызывать, потому что он высокопоставленное лицо. Возможно, вы выполняете чье-то поручение. Конечно. Не хотите, не хотите, не хотите, не хотите, не хотите. Все, 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 прекратили обсуждение, закончили. Что? Значит, наполнил еще вызвать Ливицкую, тоже заслушать ее. Как? Как, значит, члена штаба. Она была назначена в штаб, но она не знала поток 8-го числа она призналась, что она член штаба. Вот тут же заслушать. Давайте пока я высокого решила. Давайте сразу, да. Против потерпевших идет. Что это такое? Суд постановляет в ходатайстве отказать, как преждевременно заявлено. Мы еще не опросили всех свидетелей и обвинения, и защиты. Все. Пожалуйста. Таким образом вы определяете преждевременно заявку в ходатайстве. Еще всех свидетелей на мне просили материалы дела и изучения. Я не удовлетворил, я отказал удовлетворение ходатайства. Суд постановляет в ходатайстве отказать, как преждевременно заявлено. Что представила? Что представила? Они по делу проходят. Мы уже решили. Вы считаете, допросить участковых в этом деле важнее, чем допросить бывшего президента республики, председателя на антитеррористическую комиссию? Вы считаете, допросить какую-то там вообще техничку и не напрашивать Так, на сегодняшний день вот так. Постановление вынесено. Вы преждевременно заявлены. Вы их известите, а когда они придут, тогда и запретят. Мы же их не требуем на следующее заседание. Постановление вынесено, дудиво. Вы заставляете нас каждый день заявлять в ходатайство. Я не заставляю вас заявлять в ходатайство. Почему вы решили, что заседание... Так, я с вами не спорю, дудиво, я не спорю с вами. Суд объявляет перерыв на 15 минут. Час перерыв, час как раз. Мы продолжим их обсуждать. Это что такое? Хороший говорят. Вы будете на себя, вы решите, что такое не так, вы будете на меня сделать. Вы это что-то, вы ставите на промышленность, а не пропустите. Почему, почему вот я получился, что я имею право, а вы мои права защищаете. Мы дети наши, правду на жизнь не имеют. Сейчас, чтобы показать, мы тоже не имеем, у кого есть силу. Они отвечают за первый объект. А вы что? Вы должны быть с нами, прокуратура. Владимир Владимирович, почему у нас не спорят? Они допустили, что случилось. В 38 томе, лиски делал 173-175. Я хочу уточнить, вот там, в этом приказе, непосредственно количественных составов расписывается. В каком провода, сколько человек должно находиться, в том числе, где нет? Вы это помните? Сколько? Даже на правительстве должно было быть. Значит, это я на память не помню, но насколько я помню, это было после индустрии событий. Там был расписан личный состав, который должен был охранять горы и Оргут. Если это с учетом того, что это проиграничное район. Да, с учетом этого всего, я сдохнусь и учитывался. В первую очередь, при подготовке этих всех приказов, учитывается нахождение и граница гора и Оргута. Скажите, пожалуйста. Ваша часть есть необходимость показать? Пожалуйста, можем показать. Спасибо.